Добрый день, меня зовут Лобов Андрей, я инженер и сейчас я нахожусь в техническом университете города Амбата, Эквадор. У нас была конференция, где говорили о чистой энергии и электрических двигателях. Это произошло в техническом институте в городе Амбата. На презентации приняли участие студенты, декан и вице-декан факультета технической инженерии. Мы провели маленький эксперимент, так как мотор разобран для транспортировки, лодочный мотор везется так, в одну коробку мы помещаем двигатель в другую коробку корпуса мотора, то есть сам лодочный корпус. Сюда мы приехали к самому началу лекции, собрать этот мотор для того, чтобы показать. У меня не было никакой возможности, ну и вот Павел Филиппов предложил сделать эксперимент. Ну что, раз это технический университет и студенты, было видно, что они студенты не первого курса, предложили собрать, пока я выступаю, я предложил собрать этот мотор. Причем я не делал никаких инструкций вообще. Я просто сказал, соберите. И начал вести презентацию. Пока я рассказывал о моторах Дуенова, о том, что мы строим инжиниринговый центр, пока я начал рассказывать о своей технике и мы вплотную подошли к лодочным моторам, двигатель был собран. Мы подключили его и он закрутился. Зал просто взорвался от овации, потому что они поняли насколько это просто. То есть собирать электрическую технику просто. Здесь есть контроллер, здесь есть мотор и технические ребята, молодые ребята технически подкованы. Они, конечно, это сделали на раз. Нас беспокоит не только глобальное потепление. Мы хотим в Эквадоре и во всей Латинской Америке, чтобы у нас была чистая окружающая среда. Эти моторы дают нам эту возможность. Их можно применять в воде, на земле, а также в воздухе. Еще не менее интересный факт. После того, как я закончил лекцию, ко мне подошли студенты, которые уже сейчас здесь, в этом университете, собрали электрический автомобиль. Я посмотрел его фото, оно очень-очень-очень элегантное. То есть автомобиль очень элегантный. И они попросили взять наш кит и установить его на этот автомобиль. Мы быстренько поговорили с Масимильяно, с Мартой и определились, пока определились, что мы это будем делать. В какие сроки мы это сделаем, это зависит от тех студентов и от их технической подкованности. Ну, для настроек я надеюсь и на презентацию этого автомобиля. Я надеюсь приехать. Я так понимаю, что институт участвует в конкурсе, в государственном конкурсе. Этот автомобиль будет где-то презентован. Возможно, будет поддержка правительства. Возможно, такие автомобили начнут выпускать здесь, в этом городе. И это будет уже полная разработка университета, но с моторами Дуинова. Электрические двигатели очень важны, потому что в мире нужна чистая энергия. А это чистая энергия. Мы не должны зависеть от полезных ископаемых или от гидроэлектростанций. Таким образом, с этими моторами мы избегаем загрязнения окружающей среды и сохраняем экологию. Я искренне хочу пожелать компании Solar Group, чтобы она развивалась не только в нашем регионе, в Латинской Америке, но и по всему миру. Желаю вам глобального успеха. Ну что, я уже практически год перемещаюсь по миру. В Латинской Америке я впервые начал вести лекции для студентов. Я думаю, что это очень правильное направление. Те молодые ребята и девушки, которые сейчас выходят в мир, они как раз то будущее, которое, я надеюсь, сохранит эту планету. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!